снова ты да да ты нет это ты ты потому что я тут у себя дома теперь пришло время получить то что принадлежит мне поможешь ли ты уничтожить мне бездну а чего нет не да не надо мне давать такой выбор передо мной появился монолит на хорошую концовку то есть где-то сзади меня монолит на плохую концовку нажмите по монолиту правой кнопкой мыши хорошо мы поняли встреча с демоном афритом оказалось не самое приятное потому что он хочет с нас поиметь выгоду прежде чем помочь с переводом этой записки ему надо принести молот бездны который падает с босса рока походу у меня нет выбора и придется ему подчиниться всем привет дорогие друзья елло ложка это новое поколение поехали и снова всем привет дорогие друзья елло ложка добро пожаловать в новое поколение где мы наконец-то встретились с афритом говорящим демоном и он сказал то что не будет помогать до тех пор пока не принесу молот бездны вот бездна а вот босс которого падает молот рока десятый уровень и редкий ультра сильный призывается предметом под названием конец бездны используется 4 листочка и какая-то книга где тоже нужны листочки и горн роки если мы пойдем искать горн то поверьте мы также найдем листочки тут в принципе все в купе добывается и нам надо найти мини року да такие спавницы прям в этом мире что ж надеюсь найду вот это да монолит нашел року не нашел по идее просто надо нажать да нажимаем оу-оу уоу-оу оу всё-всё валим-валим-валим я получил первую записку мы близки к молоту мы близки к роке внимательно посмотрите на полоску жизни написано ziroka да я понимаю то что температура закрыта но там 100процентов написано ziroka это если что не тот самый рок а с которого падает молод это всего лишь что у которого падает горн Ой, какой ты быстрый! Можно, пожалуйста, наверх? Можно, пожалуйста, наверх? Блин, это невозможно! О, это возможно! Хе-хе-хе. 152 хп. Да, это точно не финальный босс, потому что у того минимум 200. Но горн, надеюсь, выпадет. У меня даже специально добыча 3. Да ладно! Да ну нафиг! Серьёзно, с первого раза! Чтоб вы понимали, шанс выпадения микроскопический. Остаётся соединить с тремя записками, потом с четырьмя записками. И получаем конец бездны. Да ну, судя по жизням, я вижу ещё одного року. Это ты, что ли? Да ладно! Нашёл ещё одного року! Только я даже не знаю, зачем он мне нужен. Может, выпадет чего интересного? Ещё один горн? Не может быть! Я, ребят, я клянусь, у него очень маленький шанс выпадения. Ну и ладно, я, если честно, не против. Пойду дальше искать монолиты. Не самая приятная прогулка, но мы сделали это! Добавляем горн, три листочка и получаем непонятные иероглифы, ещё более непонятные, нежели здесь. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо, отстань. Пристало насекомое. Откроем ли мы эту книгу? Оу, что это? Книга в середине. Так, хорошо, может быть, вот так вот в середине нужно сделать? В середине, в середине. Книга говорит со мной. Одно письмо один. Я не могу это перевести, потому что letter переводится не только как письмо, но ещё и буква. В итоге, что здесь конкретно имеется в виду, буква или письмо, не знаю. Если кто-то напишет в комментариях правильный перевод, то, ну правда, мы будем вам благодарны. Не будем испытывать судьбу и сделаем конец бездны. Мы готовы убить Року. На самом деле, мы не готовы, потому что Рока, скорее всего, убьёт нас за один удар. Надо, как минимум, накопить опыта и обновить броню. Субтитры сделал DimaTorzok Дух, ритуал, зачем тебе дух? А, ты про демона? Про Африта? Господин хочет знать. Знать? Ой, господин? Я? Я хочу знать. Так, не понял, подожди. Ой, червячок. То есть, погоди, реально скрипт должен был активироваться только тогда, когда я добываю семена пшеницы? Серьёзно? А как я могу вообще до этого догадаться? Или это... Ну охренеть. Так, что мы имеем, Горбатик, Горбатик? Ты сказал дух, ритуал? А, короче, он интересуется, почему я вызвал Африта, почему я связался с говорящим демоном, да? И вот тут странные слова. Господин хочет знать. Знать. Мы знаем то, что Горбатик, он такой, ну, типа с раздвоением личности. Он реально говорит во множественном числе. И тут как будто он спалился, что он сам себе господин. Помните, он говорил про некого Варнера? А вдруг Горбатик это и есть Варнер? Да, кстати, по факту мы же даже не знаем имя Горбатика. Это просто так, ну, типа Горбатик есть Горбатик. Он же не говорил то, что его зовут Горбатик. Это с самого начала именно здесь начало так писаться. И, кстати, пишется очень странно. Гор, собака Атик, горбатик, гээ, решётка Рбатик. Его появление чего-то ответов мне особо не дало, но, блин, это теперь реально интересно. А вдруг никакого Варнера не существует, либо это он же сам? В любом случае, я подумал то, что надо сделать себе побольше еды, и у нас появляется 28 хлеба. Правда, сам хлеб восстанавливает мало сытости, и в бою это самая ужасная еда. Поэтому попробуем его улучшить. Сэндвич, тост, бургер, что угодно. Жарим, побольше лимона, побольше соуса. Готово, тост с лимонным желе. Я вот что ещё подумал, у меня же выпал второй Горнроки. Получается, я могу сделать себе кольцо? Да, и это кольцо потом улучшить. Даёт ультразащиту. Ничего себе! Лоран Энергия, как ты делаешься? Так, нужны неизвестные гемы, и такие я уже добывал. Да и Лоран находили. Ультразащита звучит круто. Так, ты кто у нас? Что делаешь? Ай-я-моё-моё. Фиг ли так пугаешь-то? Лотерейный тотем. Я уже, наверное, в третий или в четвёртый раз нахожу такого крутого лотерейщика, который продаёт всякие крутые предметы, но это всё дорого. Лучше пойду и просто покопаю. Совершенно случайно нашёл кровавые алмазы. Это те самые, которые нужны по квесту у одного человека. Тот самый человек, который дал мне этот меч. Возможно, он даст ещё лучше. Так, это у нас что такое? Ещё один алмаз. И снова кровавый. И снова обычный. А вот это уже интересно. По-моему, даже то, что мне надо. Ну-ка, на-ка, пожалуйста. Фьюжн Ор. А, те самые, которые ультра редкие. Удивительно то, что сейчас мне попалось три штуки. Мне уже не надо, спасибо. Хотя погодите, в этой зале же было сразу два вида руды. Заряженная и незаряженная. Всё, мы можем сделать себе четыре штуки, потом зарядить колечко и радоваться жизни. А это что такое? Даёт скорость. Морозит всех в округе, всех видно через стены. Даёт суперзащиту, это как раз то, что мне надо. Поджигает всех в округе. Останавливает время для всех в округе. Регенерирует жизни. А вот это даже круче, чем протекшн. Вы можете становиться призраком на 30 секунд. Вы осознаёте, что это? Я могу проходить сквозь стены. Искать любые данжи и ресурсы. Извиняюсь, а это что такое? Мёртвое дерево, 47 хп. Какое ещё мёртвое дерево? Да отстаньте вы! И всё же, что ты такое? Ааа, я понял! Хорошо! Ха-ха! Мёртвое дерево, блин! Ничего себе, оно мёртвое! А ну-ка, иди отсюда! Заспавнилась! Всё-всё-всё-всё-всё, тихо. Пошёл. Фух. Ну хотя бы монетки получили. Как раз моя мечта. Энергия Лорана. А, погоди! Кольцо, оказывается, делается из четырёх горнов. А я думал, здесь посередине одно. Ой-ё-моё, четыре горна. Но я хочу, я хочу себе это кольцо. Момент первый. Даже маленького Року застрелить не получится. А ещё он какой-то тупой. А знаешь, мне это даже на руку. Посиди, подумай. Где-то рядом появился второй Рока! Вау! Добиваем добычей три и... Да, выпало! Осталось ещё две. Вон он, красавчик. Что-то мне уже не верится в эти байки. По типу, горн падает так редко, бла-бла-бла. Мне со всех выпало. О! Что? Монолит? Здравствуйте, а чё это вы там заспаунились? Ну-ка, давай-давай-давай. Халявное письмо. А вот это, кстати, Мирамус. Тот самый, которому нужны были гемы. А, или погоди, ему нужны были анонгемы. Блин, а у меня их нет. А, не, это реально те. Не важно, квест выполнили и на том спасибо. Тотем бессмертия? Ё-моё, ты лучший! Обязательно буду его использовать. Могу сделать тебе книгу заклинаний Архимага. Хм, какая-то интересная, видимо, штука. Но не забудем про кольцо. Сначала нужно сделать обычное, а оно создаётся из лоран слитков. Это лоран и железо. Ровно восемь. Соединяем с гемом. И он не тратится? Ничего себе. Так это же вообще хорошо. Забираем кольцо, и оно называется кольцо Джаггера. Вопрос, зачем его активировать на варке? Как оказывается, этого делать-то не обязательно. Не меняется, тут вообще ничего. Текстура одна и та же. Я, понятное дело, могу попробовать, но что-то мне подсказывает, что это какой-то баг. Стоп, чего? А почему у тебя уже прочности нет? А-а-а, я вот что понял. Он заряжается при варке с помощью лоран энергии. Вот оно как. А использовать его можно всего лишь пять раз, судя по прочности. Поглощение шесть, еще и сопротивление, и огнестойкость. Правда, при этом дается медлительность. Но это и правда хорошее кольцо. Как минимум, с ним у меня пять с половиной строчек хп. Да помогут мне боги. Прямо сейчас я отправляюсь на року, но при этом я подумал, а что если сделать клетку из обсидиана? Наверняка это не просто опасный, а взрывоопасный босс. Берем обсидиан. Бежим до обсидиана. Копаем обсидиан. Забираем обсидиан. Привет, чем торгуешься? Стейки. Эх, прости, изумрудов нет. По сути, я у тебя все равно ничего купить не могу. А року мы будем убивать примерно как из сушителя. Выкопаем яму, заделаем обсидианом и призовем. Дело сделано! Ой, как я боюсь-то, блин! Реально немножко страшно. Все, у меня только The Abyss End. Я могу нажать и... Черт, резервное копирование. Ладно, подождем пока оно сделается. Ну что, раз, два, три. Спасибо тебе, путешественник. Я пытался претендовать на эту бездну в течение пяти тысяч лет. Теперь, теперь пришло время получить то, что принадлежит мне. Поможешь ли ты уничтожить мне бездну? Ааа, чего? Стоп! Нет, не надо мне давать такой выбор. Так, погоди, 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 погоди. Сейчас реально очень странный выбор. Типа, я могу помочь ему. Я могу за зло играть. И, наверное, бездна меня не будет трогать. То есть все, все существа из бездны, наверное, перестанут меня трогать. Но это не точно. И при этом, наверное, начнется какой-то сюжет за зло. Тут так и говорится то, что воевать за зло. Да, мой король, я помогу тебе. Или же воевать за добро. Нет, я убью тебя. Блин, мне молота нужен. Типа, я, получается, должен в любом случае его убить. А могу ли я потом вернуться к этому диалогу? Чёрт! Я ненавижу такой выбор. Зачем? Я вообще ненавижу выборы. Потому что любой выбор будет неправильным по отношению к летсплею. Потому что ты прекрасно понимаешь то, что есть деление, появляются лагеря. Типа, кто-то за, кто-то против. И ты априори не сделаешь правильный выбор. Но если говорить про сюжет, то, наверное, да, лучше его убить. Потому что я получу молот. Поэтому, конечно же, нажимаем, я его убью. Ой. Ха-ха-ха. Я... Я нажал совсем другую кнопку. Ребята. Ты посмотри. Я сказал то, что я помогу ему. То есть смотри. А теперь я должен просто уничтожить бездну или что? Так, хорошо, я хочу врага какого-нибудь найти. Ты будешь меня бить? Да, ты будешь меня бить. Но тогда это неинтересно. Написано то, что он союзник. Зе Рока, последний босс, союзник. Но что же это за союз такой, в котором он даже ничего не требует? Прости, но, походу, придется тебя убить. На. Ох. Да ну. Ха-ха-ха. Смотрите, ребят, походу, если согласиться и после этого начать его бить, он не будет бить тебя в ответ, это дикий лайфхак, это просто лайфхак века. Мне говорили то, что если начать драться с ним, то он убьет тебя за один удар. Нифига себе, так я реально лайфхак нашел. Видимо, выбор был для каких-то прошаренных людей. Ну, допустим, я прошаренный. До свидания. С союзника не падает молот, да? Блин. Посмотрели на один вариант, посмотрим и на второй. Нет, я убью тебя. Мирамус? Мирамус? Что? Тот самый, который дал мне тотем бессмертия? Герой. Вы выбрали добрую сторону. А, Мирамус пришел помочь мне. Вы поняли? То есть ко мне на помощь против Рокки пришли те люди, которым я помогал в квестах. Мирамус это единственный, у кого я выполнял квесты. А я уже думал то, что Мирамус это и есть Рокка, господи. Окей, то есть мне надо было помогать. Слушай, Мирамус, погнали. Рокка походу там, сверху заспавнился. Его нельзя оставить в арене. Все не так-то просто, разработчик все продумал. Ну что, Рокка? Давай иди сюда. Иди ко мне, мой маленький. А, нет! Не насылай на меня своих гуардианов. Пошел отсюда. Все, теперь бьем Рокку. И походу у меня получится это сделать. Не-не-не, иди сюда. Все время иди сюда. Нормально. Молодец. Хорошая яма, хороший портал заспавнился. Если у тебя действительно нет никаких способностей, то ты так себе босс. Но в то же время мне интересно, что будет, если победить зло. Потому что Рокка это бог зла, который захватил бездну. Тихо-тихо-тихо, что это? Это что было? Тихо-тихо-тихо. Это очень страшные звуки, дружище. Остается всего ничего, последний удар? Да! Что это? Что это, что это, что это? Ой, пластинка какая-то, окей. Так, вот этот листочек, наверное, выкинем. А, все. И в итоге, где мой молот? Где мой молот? Ты посмотри! Передо мной появился монолит на хорошую концовку. То есть где-то сзади меня монолит на плохую концовку. Нажмите по монолиту правой кнопкой мыши. Да, походу, когда я выбрал убить всех и поработить бездну, там был монолит, но я его не заметил. Тогда я мог выбрать плохую концовку. Ааа, вот это я дурак, конечно, слепой. Ну ладно, раз уж мы его все равно убили, давайте сделаем так. Нажмем и посмотрим, что будет. Так. Что-то произошло. Как минимум, что-то произошло. Soulfish, use right click. Поговорите с рыбой? Какой еще нафиг рыбой? Плавное падение, регенерация, прыгучесть. Какой рыбой? Я ничего не вижу, ребята, я невидимый, такое чувство. А, смотрите, я падаю. 250, 230 высота, 220, 180. Да, я, короче говоря, постепенно падаю. И, наверное, надо дождаться, пока я упаду максимально низко. О, реально что-то начало спавниться. Рыбы? Это рыбы. Где я? Куда я попал, блин? Прошу прощения. Ой, я поболтал с рыбой. What the fuck? Что произошло? Почему я здесь? Почему я даже не на базе? Я сейчас появился на самой начальной точке, где я начинал этот сезон. Ё-моё. Погоди, а где молот? Вот он молот. Вот он молот. Ха-ха. Я... Господи, я прошел. Только это очень все странно было. Это непонятно. Возможно, я что-то пропустил. Давайте попробуем снова зайти в бездну и посмотреть, что с ней стало. Да бездна как бездна. А монолит как монолит. Я могу снова туда телепортироваться, видимо. Да, и я снова начинаю падать. Кто же вы все-таки такие? Light Fish Blue. Но я думаю, вам, как и мне, очень интересно узнать, что за плохая концовка. По-любому есть монолит с этой плохой концовкой. Кстати, мы можем даже посмотреть в поиске. Вот допустим, мы вписываем Good End. Так, Good End. Да, смотрите, такой монолит есть. А если мы вписываем Bad End? Да, такая тоже штука есть. Ребят, короче, давайте так. Я понимаю, что по сюжету это, в принципе, никоим образом не идет. Но если на этом ролике наберется 150 тысяч лайков, я просто не особо хочу уходить от сюжетной темы. Так вот, если наберется, я проведу эту плохую концовку. И мы посмотрим, что будет. Возможно, сам Рока со мной поговорит и тоже даст молот. Я даже не знаю. Видимо, здесь при любых раскладах молот дается. Ладно, нажимаем по этой рыбешке и просто уходим отсюда. Обязательно поспим. Проснемся. А молот тратить не будем. Я даже не буду пробовать, как он там бьет и все такое. Знаете почему? Потому что если я его хоть немного поломаю, есть шанс, что на квесте он не сработает. Ну, потому что он будет поломанный. Это то же самое, когда у тебя непочиненный предмет не может использоваться в крафте. Так что, увы, максимум, что я могу, это любоваться этим молотом. И все. Все, мясо съедено, а дракона-то кормить надо. Беда первая. Пшеница перестала расти, потому что скоро зима. Беда вторая. Без пшеницы коровы не будут размножаться. Беда третья. Без коров дракон умрет от голода. Надо экономить мясо. Вообще, надо бы реально уже заняться теплицей, потому что я все говорю о ней, говорю, но так и не делаю. Кушай, родная моя. Надо бы еще тост заценить, у меня так мало сытости. Ема! Как много восстанавливает! Хорошая еда, хорошая. Да и делается, в принципе, очень просто. Лимоны растут, тростник растет, железо сдаем, соединяем с хлебом, готово. Напомните мне в следующей серии поговорить с Афритом и сделать теплицу. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Огромное спасибо за просмотр данной серии. Надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить следующий сюжет. Правда, подписывайтесь. Такое чувство, что сюжет только начинается. Дальше больше. Но это лишь мое мнение. А так, если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лололошка. Субтитры сделал DimaTorzok